турпоток в северную осетию за текущие 9 месяцев этого года вырос почти на треть о том какие направления самые популярные у туристов нам расскажут роберт баскаев и давид салагов сегодня они гости нашей студии добрый день добрый день здравствуйте роберт давид расскажите сколько лет вы уже занимаетесь турпоходами и с чего все начиналось у меня уже восемь девять лет занимаюсь организацией туров изначально мой клуб походов родился из другого предприятия тайм кафе айкью айкью тайм был вот из него родился клуб походов мы решили по выходным куда-то выезжать с гидами учеными и в результате как бы тайм кафе закрылась туризм начал развиваться постепенно я узнал все больше маршрутов общаясь с другими гидами читая книги сам сделал из себя гида до экскурсовода организую туры и диванные так называемые где особо ходить не надо и наоборот трекинги где целый день ходишь по горам и узнаешь местность но я знаю что вы начали одни из первых да мы начали одни из первых но не первые до меня уже другие клубы занимались этим причем жителям северной осетии повезло с тем что у нас республики есть несколько клубов которые каждую неделю создают сборные поездки и человек может выехать куда-то в горы как минимум четыре клуба в осетии есть среди как среди маршрутов которых можно выбрать полюбившиеся и выходные куда-нибудь поехать не у каждого региона есть такая прерогатива то есть посмотреть на наших соседей в дагестане карачаево черкесии грушете чечне где-то вообще таких клубов нету а где-то вот по-моему в каблете один только есть и все я говорю не о таких фирмах которые под заказ организуют поездки да там это цены там 15 20 30 тысяч в день да даже если на день человек а сборных поездках там от 500 до 2 тысяч рублей в день да я говорю именно таких клубов я знаю что ваш клуб также ездит соседние регионы конечно то есть изучая культуру и местность соседей ты еще лучше узнаешь и свою местность потому что всегда любой народ он так сказать контакт со своими соседями происходит культурный обмен на что-то мы от них принимаем что-то они от нас принимают и делая маршруты соседней республики много узнаешь и о себе тоже очень интересно давид расскажите о своем клубе еще раз добрый день я занимаюсь организацией туристических программ не только по сети по кавказу так как уже роберт сказал что происходит такой некий важный культурный обмен и очень важно все познается в сравнении и когда ты выезжаешь куда-то начинаешь больше ценить то что у тебя здесь есть дома то что тебя окружает свою культуру свои ценности и так далее вот я не так давно занимаюсь на самом деле около двух с половиной лет и история моя началась с того что у нас есть родовая башня в селе не унал и раз четыре года там проводится фамильный праздник я много лет прожил в санкт-петербурге возвращаться домой в принципе не собирался конечно же как принципе и все потому что перспективы были и для жизни для работы и так далее но попал на фамильный праздник в то время как был на каникулах в осетии и познакомился с огромным количеством братьев сестер среди них был мой брат заурбек цалагов которые тогда уже активно занимался восстановлением и развитием в принципе туристического направления восстановлением башни и так далее и он не очень сильно втянул и заставил наверно как-то теми знаниями которые у него есть полюбить то место откуда мы в принципе родом вот и оттуда началось вообще моё действие и любовь к туризм и к нашим краям вот поэтому это было где-то около двух двух с половиной лет назад и этот интерес начал проявляться пока что в северной осетии потом мне был интерес к соседним республикам и вот таким образом я пришел к организации я не гид не экскурсовод вот но считаю что каждый должен профессионально делать свою деятельность то есть если ты должен быть к красоту должен быть с образованием должен быть опытом вот как допустим роберт я не гид не экскурсовод являюсь инструктором пешеходного туризма вот отучился получил образование также являюсь частью клуба по спортивному туризму вот большая любовь не к пешим походам и прогулкам то что я так индивидуально сам для себя выделяю программы организован как обычный экскурсионный так вплоть до восхождений вот естественно все не только в рамках осетии а по кавказу и считаю что в приоритете должно быть в работе любовь к своему месту к своему народу к своим традициям уж потом работа коммерция и так далее и стараюсь это показывать не только своим гостям а себе и себя учить в принципе потому что рассказывать одно дело делать и приучивать себя к такому образу жизни но намного тяжелее на самом деле и надо стараться своим примером это показывать давид а у вас не было страха все оставить санкт-петербурге и приехать в осетию чтобы развивать туризм потому что ну два с половиной года назад эта ниша уже была занята если роберт начал 9 лет назад и был одним из первых то два с половиной года назад уже было много фир честно скажу даже не задумался о том что есть страха или нету потому что я настолько прониклась я настолько проникся вообще всей фамильной родовой историей то есть на протяжении тех каникул которые находился здесь в осетии до сих пор происходит восстановление родовой башни мы там с братьями делали каменную кладку там что-то восстанавливали и мешали цемент я настолько этим всем прогрелся что у меня стал вопрос приоритетов что мне важно что нет и поэтому я точно решил что я знаю что мне важно это что меня непосредственно связывает с этим местом мои корни это связи кровная она у меня прям в приоритете было и это меня притянуло я без сомнений поехал все что мне там было имущество что-то продал что оставил и переехал домой и по сей день не скажу что я там ни грамма не жалею потому что я по-новому влюбился в свою республику свой народ свою традицию культуру которая нам где с детства дают и к сожалению не всегда человек это понимает но и ценность не дает то есть так как у меня есть чем сравнить я и по россии очень много поездил слава богу и по миру меня была возможность поездить я точно знаю что я люблю свою республику и свой народ и свою традицию которую надо сохранять и дальше следующие поколения пригласить вот как-то так скажите какое примерное количество людей в месяц вы обслуживаете много ли заказов я думаю тут вопрос зависит от месяца все-таки летом на порядок увеличивается количество гостей ноябрь лично у меня такой самый слабый месяц разом какие направления у туристов самые востребованные в основном это попсовые диванные маршруты в осетии где-то 45 маршрутов есть которые можно объездить на микроавтобусе те организаторы туров не только местные но и приезжие которые открывают для себя осетию они в первую очередь привозят по вот этим стандартным маршрутом это на цей с мами соном фиагдон тагаурская территория тагаурского общества и два маршрута в дегории галят и район водопадов 3 3 сестой то есть национальный парк алани основные четыре маршрута дорогу в когтесар сделают и этот основной маршрут с торговцами фиагдоном его можно будет на два разделить то он слишком протяженный вот эти 45 маршрутов диванные то есть где особо ходить не надо привезли показали все поехали дальше одно я больше люблю вот как и давид это трекинги на именно в трекинге в походах ты можешь узнать познать горы на в трекинге ты можешь дойти до ледников до ледниковых озер до каких-то водопадов которые труднодоступны на экскурсиях на машине то есть все не охватить то есть я имею виду на машине на микроавтобус поэтому стараюсь больше брать заказы где нужно ходить а если какой-то диванный вариант я организую тур и гидом работает кто-то другой у меня есть ребята которых я привлёк в эту сферу и ну ты все трекинг обычно сам беру если что-то диван и уже им скидывает твое любимое направление какое а вот куда ты готов ходить снова и снова национальный парк алания это район дегории район болота чефанзар район дзинаги это там в горах и территория туальского общества это зрукское ущелье касское ущелье то есть вот приграничная зона северной осетии при вот это там я готов ходить долго потому что граница проходит по хребту там где горы выше вот ледников больше интересности больше и зверей разных лучше поэтому приграничная зона северной осетии это самые интересные для меня территории давид а как бы вы оценили развитие туристической отрасли в северной осетии чтобы нужно было исправить или что-то поменять может быть ну на самом деле поток конечно радует радует то что про нашу республику все больше и больше людей узнают слава богу с хорошей стороны узнают что меня очень сильно удивило хочу немного отвлечься по поводу того что люди сюда возвращаются и непосредственно не бывают ребята которые за одно только лета по четыре по пять раз возвращаться в осетию для меня как для любителя путешествий это очень странно потому что я всегда выбираю новое место да когда задаю вопрос то есть мужа с многими ребятами дружим да то есть общаемся поддерживаем связи вы зачем приезжаете то есть один раз два раза сидеть третий раз приехали 4 5 и так далее даже знаю ребята переехал в осетию владикавказ вот и люди выделяют людей как ни странно то есть у вас красивый город а хорошо традиция культура хорошо но главная ценность это люди которые нам здесь встречаются это очень сильно льстит и хочется этого всего поддерживаться чтобы народ как-то на это обращал внимание и понимал тут ценность то что в воспитании детстве нам дают да то есть многим этого не хватает у нас это просто с детства нас этому учат нас этому воспитывают и это ценят очень сильно и за это и за этим возвращаются это конечно отдает очень много сил дальше над собой работать и развиваться в этом направлении вот и хотим и не хотим в любом случае поток увеличивается и туризм будет развиваться конечно сервиса очень мало у нас инфраструктура мы еще не очень хорошо развиты насколько знаю очень много крупных программ для развития туризма это не может не радовать вот я иск них поддерживаю всегда рад помочь если чем-то могу помочь вот на данный момент конечно есть вопросы с придорожными остановками которые довольно таки актуальный вопрос потому что 21 век в принципе и есть необходимость придорожных остановок то есть это не просто какие-то допустим там туалеты непосредственно хорошо подготовлены там что было сувенирная часть это кафе и туалет это чтобы было одно помещение не отдельные какие-то будки на обустроены хорошей подорожной остановки я считаю что в принципе возможности и сил должно хватить вот в принципе одно из таких острых тем которые чаще всего поднимаются вот и хотел бы конечно чтобы в первую очередь местным местное население проявлялась любовь и внимание к тем местам куда возят людей вот то есть это чтобы делать не только ради коммерции а в первую очередь из любви к этим местам и из уважения к этим местам как то так а роберт может быть ты тоже хочешь что-то добавить ну в первую очередь я хочу согласиться с давидом он надавил на мозоль так сказать до нужны точки придорожного сервиса конечно в идеале чтобы это были и уборные и одновременные точки сувенирные но хотя бы даже если просто уборные будут уже хорошо но тут вопрос в том заключается кто за этим всем будет следить то есть этот вопрос нужно обдумать и решить если просто одну уборную поставить до за деньги на пустыре допустим даже по дороге будет это не выгодно предпринимателю до должно быть так либо один человек курирует вот эти уборные по всем точкам в осетии до платные уже какая-то прибыль бывает до либо делать их сразу с каким-нибудь магазинчиком и точкой которая предоставляет какие-то услуги чтобы это было выгодно либо пусть он будет пусть уборная будет бесплатной но рядом опять же с этим магазинчиком и уборная это как бы точка протяжения и человек по дороге по любому что там купит и тогда да 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 либо так либо как-то по-другому я думаю это вопрос предпринимательского подхода я думаю с другими регионами российскими или даже с кафо как обстоят дела у нас это так у во всех регионах или нет но если говорить сравнивать с кабардино-балкарии если у нас похуже дела обстоят если говорить похуже в каком плане похуже в том что у нас точек что у нас мало вот этих уборных по пути да но допустим само качество уборных она грустная и в кабардино-балкарии на то есть нам вспоминается иногда этот ролик в норвегии там уборная с прозрачным стеклом с видом на реку да вот такая красивая тогда и туда-сюда ну нам до этого далеко хотя бы просто любую уборную поставили уже хорошо но в любом случае ситуация стала лучше да даже года два назад она была много хуже да вот тоже угодно и в районе торговца мы никак не могли привести в порядок потом местный предприниматель у которого там магазинчик сделал нормальную берет там денежку все проблема решилась также было бы неплохо сделать дороги но этот вопрос опять же решается я помню еще лет пять назад было что-то типа собрание с предпринимателями и рабы и чиновниками о проблемах в сфере туризма на меня пригласили имел дали высказаться я говорю сделайте эту дорогу от верхнего сгидов кому и там кто-то кто-то из работников дорожного хозяйства сказал ну как я сделал я говорю вы сделали наверное для внедорожников а для микроавтобусов они там не проезжают вот сейчас уже такая ситуация это микроавтобусы проезжают но летом сейчас до хотят ее лучше сделать я знаю я читал в интернете хотят сделать ее на ствол качественный чтобы и зимой можно было проезжать вот дорога через кахтесар ты сейчас то скоро доделают я не знаю какого качества она будет но если там будут проезжать микроавтобусы это вообще супер сделали дорогу до трех сестер до водопаду до порога неба до тона парка уже хорошо замечательно даму на велосипеде можно доехать до туда настоящее время в геннолдонском ущелье строить дорогу вот я и говорю о это кахтесар да очень дорожный заделся там порог неба раньше не посещали многие потому что плохая дорога была но реально кому-то машины жалко было кому-то еще что сейчас спокойно можно сесть пускай долго зато по хорошей асфальтированной дороге доехать до горной части в водегорском ущелье замечательно вообще молодцы ситуация улучшилась по сравнению с прошлыми годами это однозначно недавно упразднили рост туризма чем это чревато для осетии в частности и вообще чревато ли мне кажется внимание наверное будет меньше и думаю очень многое зависело от главы роста туризма но зарина долгузова она активно взялась за эту сферу и о туризме заговорили я думаю это благодаря ей то есть она внесла свою лепту если был бы какой-нибудь менее активный чиновник да возможно бы такого бы скорее всего такого бы выхлопом не было она внесла свою существенную лепту посмотрим как теперь дальше будет если останется наследие какое-то от рост туризма в виде от этих каких-то программ да которые были сделаны во время работы рост туризма ну уже хорошо уже будет хорошо но будет и лучше посмотрим ну я чуть-чуть добавлю наверное поддержу то что было очень много программ и предложено и реализовано и как минимум на слуху и в интернете где начал появляться вопрос туризма туризма не только там по кавказу по всей россии и хочется просто поаплодировать наверное да за линии ее вклад потому что она очень много усилий и вложила вообще в эту сферу вот и от этого еще и гордость поднимается да то есть с наших краев представитель до северной и южной осетии и это не может не радовать вот и если хотя бы какие-то часть программа останутся и продолжится поддерживаться да то есть рост туризма то будет хорошо уже что-то будет меняться или нет это уже будем наблюдать в будущем году потому что ну туризм требует внимания и требует постоянного обновления информации вновь и вновь вот это наверно очень важно поэтому будем наблюдать мы наблюдаем что турпоток и неизменно растет с каждым годом туристов становится все больше и больше готовы ли наша республика принять всех желающих всех желающих республика пока принять не может но с каждым годом ситуация улучшается строится гостиницы разумно у нас благодаря конкуренции качество сервиса улучшается тоже на это поле для деятельности для предпринимателей пусть строят еще гостиницы и будет и все будет от этого хорошо ну я скажу наверно пускай мне все таки закидают камнями но я допустим не хотел чтобы огромный поток людей спасете ехал все равно честно сказать потому что многие за приезжать за те что здесь людей нет да то есть там с того же случае со всего краснодарского края там сам многих мест где просто огромный столпотворение воды люди приезжают за тем чтобы все-таки таким образом а немного соединиться с природой да ощутить эту свободу какую-то но не в шуме людском до в звуках природы какой-то и мне допустим не хотелось чтобы какие-то места много людей приезжала да то есть безусловно это хорошо для развития хорошо то есть нас и сервис растет и бюджет наверняка развивается вот но все-таки горы ну не для всех на самом деле то есть и хотелось бы чтобы было достаточно вот и чтобы это достаточно мы могли принять как полагается а не так чтобы нам было много и в итоге вот пока что мне кажется что отчасти захлебывается республика потому что мы реально не готовы давит а вам кажется что горы вообще когда-нибудь в принципе смогут конкурировать с побережьем моря ну это уже каждому по душе то есть вот нас сейчас идет осень да и осень больше не про сезон природы до приседания такой души да это больше про душу и какое состояние у души такое наверное и расположение у человека то есть мне на конечно больше нравится горы но примеру есть огромное количество любителей абхазии да там есть и горы и море и все в одном вот это это прекрасно и каждому свое время а так у кого все-таки кровь погорячее тому всегда будет не хватать каких-то возвышенных точек там горных перевалов и каких-то обзорных смотровых и так далее а море ну море такой некий наверно для меня релакс на самом деле просто поваляться не двигаться и просто послушать шум прибоя вот ну такое это вопрос как между что лучше москва и питер как-то так абсолютно два разных города и две разные абсолютно ну да на самом деле в регионе реализуется два масштабных проекта это строительство мами сона и алания парка не получится ли так что после их реализации подорожает отдых в северной осетии и в сравнении с другими регионами я думаю вряд ли для разных ценовых категорий будет отдых проблем с этим не будет будет больше места размещения для туристов больше мест где они смогут отдохнуть вот тот же маме сон то есть я считаю что открытие курорта положительно повлияет нашу республику потому что маме сонни сейчас тихо так сказать там есть башенные комплексы то есть это и культурный туризм сразу там и будет где покататься эта территория она заживет а так там не было бы жизни без этого курорт что касается алания парка будет дополнительная точка притяжение в самом владикавказе можно будет делать экскурсии на несколько дней владикавказе сейчас нескольких часов достаточно в будущем это увеличит возможности для работы тем же гидом я вижу только позитивную а то о чем говорил давид то что хлынет очень много туристов республику нет опасности главное чтобы как-то решился вопрос с вывозом мусора именно в горных местность если этот вопрос будет хорошо решаться для этого и дороги нужны чтобы машины могли заезжать то не будет никаких проблем некоторые жалуются когда в горные районы делают хорошие дороги это значит будет наплыв туристов будет много мусора зачем они нужны если сделав дорогу не будет решаться вопрос своего за мусора тогда да это плохо а если власти республики решат вопрос с экологией это будет только плюс а сейчас это проблемный вопрос пока еще нет проблемный он бывает из-за местных жителей это касается не только осетий кабардино-балкарии тоже и я думаю в других республиках и регионах такая же ситуация мусорят в основном местные то есть если мусор есть это пакет и так далее а приезжие как правило даже группы они под руководством гида бывают и на гиды всегда следят чтобы никто не мусор да и люди сами понимают ну а тогда какая взаимосвязь между строительством дороги и вывоза мусора то есть местные как жили так и живут есть дорога какой-то процент есть за счет приезда на туристов все равно какой-то процент мусора он остается и с увеличением турпотога и мусора будет больше то есть накапливается куча сего и если взять местное население про и прежде среди местного населения процент оставляющих мусор больше вот я это хотел сказать а так за счет увеличения турпотока мусора будет больше еще один вопрос важен чтобы за счет развития туризма не увеличивалась количество лишней ненужной застройки в горах будет плохо если много чего понастроит в горах и не будет уже красивых видов каких-то всякие эти лэп и эти халупы которые портят весь вид и вот это тоже опасность две опасности я вижу в развитии туризма но все это можно решить законодательно вопрос как подойдет к этому вопросу руководство республики что вы можете тоже сказать например разостройки потому что недавно мы как раз снимали в селении верхний ход и местная жительница уже возрасте женщина она очень возмущалась одному забору который на самом деле не вписывался в во всю архитектуру этого старинного селения вот часто или попадаются такие строения в нашей республике но расскажу то что лично бы мне было допустим неприятно когда приезжаешь там непосредственно феогдон это пока что сама такая активная точка самая развитая наверное инфраструктурно и там на такие картины что уже раскапывают склоны вновь вновь все выше 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 и это конечно неприятно то есть здесь во первых проблема и опасность того что может оползень да уже сойти потому что там уровней скопанных столько что ну допустим моему сердцу было больно когда я видел что застраивает вокруг самоти до средневекового поселок насколько я знаю законодательно там было запрещено строить что-либо кроме как из камня да то есть сейчас посмотреть на этот поселок и он вокруг весь в коттеджах к примеру это конечно ну очень довольно таки глазу неприятно как минимум что касается спасения ход вот туда еще как бы доступность такая сложная немного и там мало кто строится но даже этот один забор настолько ничего же сильно беспокоить местного жителя вот можно представить если там кто-то построить что прям такое большое габаритное я бы конечно хотел чтобы была культура застройки да то есть чтобы как-то минимум смотрелось да грубо говоря то есть какой-то план хотя бы то есть если какое-то место застраивают чтобы был план которого бы придерживались который был бы согласован а сейчас строит моя земля как хочу так и строит подбор строительных материалов конечно да 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 и кита тогда и программу можно реализовывать там по строительным материалам что может быть дешевле если покупать по этому плану там и так далее то есть культура должна быть строительство потому что если взять опыт стран да допустим каких-то мировых там да и других других стран вообще в принципе где у горной части застройки такие красивые поселки просто глаз радуется да то есть и мы только на картинках это это видимо думал как красиво как круто здесь все то же самое нас горы ничем не выступают и возможно даже и лучше но вот культурой застройки культурой людей некоторых вот и выходят от такие как бы последствия выходят это конечно чуть неприятно вот так в принципе это законодательно я думаю можно решить это зависит от руководства республики вот думаю мне кажется что в принципе в последнее время сознание людей меняется меняется в лучшую сторону когда люди начинают понимать ценности каких-то зданий ценность каких-то мест и поэтому будем надеяться что все это будет регламентировано дай бог дай бог да роберт давид спасибо большое что пришли в нашу студию до новых встреч вам спасибо с высоты более трех тысяч метров где скованный холодом премии течет нет сквозь толщу гор каждая гады 2 несет частичку первозданной чистоты чистота горных вершин